Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня для вас работаю я, Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Сразу скажу, у нас сегодня звездный состав. Итак, представляю. Александр Валерьевич Лукьянчук, руководитель Тверского регионального отделения Объединения историко-просветительских обществ. Наследие империи, руководитель Тверского регионального отделения Всемирного Русского народного собора. Александр, здравствуйте. Виктор Григорьевич Рыбаков, советский боксер и тренер. Семикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР. Виктор Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Вячеслав Евгеньевич Яновский, легенда советского спорта, чемпион СССР по боксу, победитель Кубка мира, олимпийский чемпион по боксу в Сеуле, 1988 год. Вячеслав Евгеньевич, приветствую. Все верно сказала, да? Здравствуйте, да. И Ирей, и Кирилл Алексеев, руководитель отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта Тверской епархии. Отец Кирилл, добрый день. Здравствуйте. И Александр Владимирович Арбузов, руководитель федерации бокса Тверской области, директор спортивной школы Олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу, мастер спорта России по боксу. Александр, здравствуйте. Уважаемые друзья, мы попозднее, чуточку позже, объясним нашим радиослушателям и телезрителям, почему именно бокс, да? А вначале я хотела бы выразить слова признательности и благодарности всем, кто отстоял нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Потому что не сидели бы мы здесь, по большому счету не разговаривали про бокс и про развитие спорта, если бы мы не победили в той кровопролитной войне, Великой Отечественной войне. Сегодня наш эфир проходит 22 июня. Сегодня 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Мы, конечно, об этом будем говорить. И не случайно, наверное, мы сегодня говорим о спорте, потому что, да, еще Пьер де Кубертен сказал, что спорт – ты мир. И каждое утро мы с вами имеем возможность вставать и благодарность говорить всем, кто нас защитил за мирное небо. Да? Да. А теперь давайте о том, что привело столь именитых гостей в наш Тверской регион, в столицу Верхневолжья, с чем связан этот приезд и почему, собственно, сегодня мы говорим о боксе. С кого начинаем? Александр, с вас или с кого? С наших уважаемых гостей. Давайте, Виктор Григорьевич, начнем с вас. Ну, давайте, да. С вас. Итак, у микрофона советский боксер и тренер, семикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр, Виктор Рыбаков. Ну, вы знаете, недавно тут турнир проходил, советный турнир. Значит, было очень много народу. Вот, и меня особенно удивило то, что приехал двукратный олимпийский чемпион Тищенко. И он не на каждое мероприятие боксерское приезжает, но приехал. Я спросил у Александра. Это его инициатива, вот, подтянуть боксеров, вот, Вячеслава подтянул, юновского олимпийского чемпиона, для пропаганды этого вида спорта. Знаете, город Тверь, Тверская область, здесь такие красивые люди, здесь такая великолепная природа, замечательные люди, добрые, отдыхчивые. И на протяжении последних десятилетий нету боксеров, известных, талантливых чемпионов нету. Но их надо растить, да, наверное? Вот нету боксеров, это чья вина-то? Вот, так почему здесь боксеры находятся? То есть, Александр поставил задачу, ребята, давайте соберемся, давайте сделаем. Мы обязательно поможем, и флаг тебе в руки, значит, давай воспитывать будущих чемпионов с городом Твери. Алина, ну, у нас же ранг наших гостей, это олимпиады, олимпийские игры, нужно тогда планку сразу, да? Я думаю, руководство города посмотрит передачу, посмотрели этот турнир, значит, замечательных боксеров, и народу было много, и боксеров было много, и зрителей было очень много. Это был, ну, я не знаю, настоящий праздник. И я смотрел и боксера там неплохие, да, Слава? Боксировали очень хорошо. Вот, и мы думаем, что не за горами, когда появятся олимпийские чемпионы, город Тверь, я буду мечтать об этом, я буду помогать и делать все возможное, чтобы помочь Александру в организации вот этого трудного, но достижимой задачи. Виктор Григорьевич, я знаю, что вы написали книгу о боксе, да? Да, я написал книгу о боксе, ну, там, обо всем, о жизни, и надо будет принести, я вот забыл, я как-то забыл, у меня вообще книга, да. Как будто бы вот вы приступили к новой книге вот здесь вот в нашем прямом эфире, в нашей студии. Вы чем можете заинтересоваться? Вот сейчас нас смотрят мальчишки, ну, о девочках потом, мальчишки, которые вот думают, а чем бы мне заняться? Почему именно бокс? Вот что вы сказали? Почему мы о боксе говорим? Не о другом виде спорта? О боксе. Ну, во-первых, это вид спорта смелых. Ну, тяжело выходить на ринг, и один на один боксирует, психологически очень тяжело, когда тебя бьют, надо еще защищаться и постараться ударить соперника. Это же вид спорта, когда тебя всегда бьют. Ну, скорее всего, так, да. Скорее всего, так, да. А что касается книги, там у меня написано, там, мои детдомовские, я в детдоме начал заниматься, я сам детдомовский, здесь нет, прожил, вот, без родителей, в детдоме, и там начал заниматься случайно боксом. И мне это в жизни очень помогло. Уверенность, вы знаете, доброта, отзывчивость, все это от бокса. Вот, чувство юмора, все это боксерское. Вот, и мне повезло, я стал боксером, я вырвал себя из лап там, прозябания, ничты и так далее, стал боксером. Поэтому я всем желаю, ребята, занимайтесь боксом, занимайтесь спортом, будьте крепкими и здоровыми, а мы поможем, правильно, Александр? Сто процентов. Ну, вот, занимайтесь боксом, но, наверное, не всем по состоянию здоровья. Вот, Александр Владимирович, мы с вами говорили перед эфиром, ведь прежде чем человек пойдет заниматься боксом, его же должны врачи посмотреть, чтобы был здоров, как в армию идти, да? Не всем дано ВДВ, да? Кому-то и в пехоте надо. Конечно. Да? Конечно, у нас все тренеры нашей Тверской области, их порядка 80 тренеров у нас работает на территории Тверской области. 80 тренеров по боксу только, да? Только по боксу, да. Во всех уголках нашей необъятной Тверской области, это начиная от Кесовой горы, заканчивая там городами такими, как, ну, может быть, для обывателя, для России неизвестные, как и Колязин, такие города, как Старица. Ну, жителям-то нашей Тверской-то губернии хорошо известной. Нет, нашим знакомым, да, а вот российским городам, и к вашим словам, я вот пока не забыл мысль в голове, вот к вашим словам о патриотическом воспитании в начале программы, вот, альтернативы спорту, воспитанию молодежи, воспитании, ну, мужчин, скажем так, да, защитников Родины, альтернативы спорту ведь нет. Ну, бокс, в частности, конечно, это более такой мужественный спорт, понимаете. А другую альтернативу, вот вы возьмите, что может еще воспитать человека как личность, ну, независимо там от учебы, ну, либо еще какой-то деятельности, вот ничего, кроме спорта, ничего не придумано. Ну, понятно, мы не берем во внимание хорошие книги, допустим, определенную литературу, да, и духовно-нравственное, да, воспитание, оно идет совместно со спортивным воспитанием. И не случайно, когда мы вот говорим о Каде, в этой же студии у нас были и воспитатели, Кадеты, это будущие люди, которые будут служить срочную армию. Конечно. Со всеми детьми занимаются спортом обязательно. И занимаются люди, которые же прошли армию, которые имеют соответствующую подготовку. Они понимают, что они делают, и понимают, для чего это. Ведь это же можно, ведь помните, даже были одно время на фоне бокса организовывались криминальные какие-то структуры, потому что можно научиться бить по лицу, скажем так, да? Но в голове-то ничего не иметь. Давайте мы не будем это воспоминять. Нет, но тем не менее, такое в истории нашей страны было. Вячеслав Евгеньевич, хочешь, я вот, я смотрю, я вот сейчас вот сразу вот скажу, небольшое такое напряжение. Вот есть стереотип, да? Боксер, хулиган, непонятно, что у него с головой. Есть, есть такой. Есть стереотип. Вот сразу развеять. Я в начале программы сказал, что бокс, это не самый травмоопасный для головы вид спорта, из олимпийских видов спорта. Что касаемо стереотипа вот этих вот хулиганских всех моментов. Из чего он сложился вообще у людей, у народа? Он сложился из того, что вот пришел парень, да, ну физически одаренный там, пришел заниматься, пришел заниматься боксом. Раньше, ну, в советское время, помните, да, не было, было запрещено там кикбоксинг, не ушу, сань, да, вот этого всего не было. Был бокс, борьба. И, соответственно, для зрелищности, ну, нужно было каким-то ударным видом и, наоборот, заниматься боксом, да. Вот сходил парень 2, там 3 недели, пускай 2 месяца, полгода на бокс, научился правильно бить, пошел где-то в силу своих, как вы сказали уже, каких-то, ну, какого-то своего воспитания, правильно? Он кого-то, скажем так, избил, что-то сделал противозаконное и все, и сказал, что я боксер, понимаете, сам ничего не достигнул в спорте, сказал, что я боксер, и пошла волна вот эта, которая распространяется, понимаете? Ну, как волна идет у нас не только о боксе, так и иди, кто до кида. Вашим словам, то, что вы сказали, ну, да, 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 но где-то, лениволее спросят некоторые телезрители. А давайте посмотрим, чемпионы мира, Европы, там, не одного. А, подождите, уважаемые друзья, давайте все, сейчас у нас просто перерыв, на небольшую рекламу, а потом вернемся в эту студию и продолжим дискуссию. Еще раз здравствуйте, тема дня в эфире 3190, телефон прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня говорим о боксе и о спортивном воспитании детей и подростков, жителей нашего Тверского региона, и не только. И так говорим о том, почему именно бокс. И почему уже мы о боксе много лет как не говорим о какой-то криминальной составляющей, а даже если кто-то говорил об этом, то это все выдумки. Да, 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 вот отец Кирилл, давайте. Ну, что такое бокс? Бокс, прежде всего, это диалог двух интеллектов, выраженный в жестах. И вот не случайно боксом занимались такие известные люди, как Джек Лондон, Эрнест Хэмингуэй, Александр Сергеевич Пушкин, Маяковский, Маяковский мы любим. Высоцкий. Высоцкий. Александр Сергеевич Пушкин первый, кто в России выписывал из Лондона учебник по боксу и занимался боксом со своими друзьями, тренировал их. Тренировал, да. Вот. Поэтому бокс, он вообще это спорт высокой культуры. Известен этот вид спорта не менее древний, чем борьба с Египта, с древнего. Вот. И он развивает человека не только физически, не только прививает там координацию, чувство реакции, но развивает человека и культурно, и духовно. Вот, извините, я вас перебью, если я вспомнился, почему-то у меня Брасцовский необыкновенный концерт, помните, был такой спектакль изумительный, когда футболисты там, мыслители задних конечностей, да, вот это можно сказать, то про боксеров так нельзя говорить, как анекдоты есть, для чего тебе голова, я ее ем. Это такие, знаете, опять стереотипы такие. Это стереотипы, да, идут, как и стереотипы, а криминальные составляющие. Боксера можно обидеть каждой, да? Боксера можно обидеть каждой. Не все успеют вовремя извиниться, да. Да, ага. Но я скажу так, да, да, да. Бокс – это искусство. Бокс – это искусство. Знаете, однажды, вот, я скажу, для меня, как для человека, ну, не в искусстве, а в боксе, однажды, Майя Плесецкая, мы бы сидели в одной компании, это было в Испании, она говорила, о, вы боксер. Я говорю, да, вот боксер, какой же вид спорта, как он мне нравился. Я говорю, а почему? Ну, это же танец. Ну, Майя Плесецкая права, вы знаете, это, да, это, есть что-то похожее. Я вам хочу сказать одну только единственную вещь. Она мне объяснила, то, что вы делаете на ногах, то мы делаем в балете. Понимаете? Ну, какое искусство еще под этот танец еще бросить руку? Как она объяснила мне, я говорю, ну, не бросить, а ударить. Она говорит, это ваши проблемы. Понимаете, вот смысл в чем? Это в том, что это правда искусство. Для того, чтобы научиться красиво боксировать и видеть красивые бои, тренера Федерации бокса Твери готовятся к тому, чтобы сделать турнир грамотным, очень популярным и очень искусственно, как бы сказать, изумительно смотрелось это все. Ну, да, и вообще в Твери бокс номер один. Ведь спорт станет номер один. Вот станет. Это, да, да, да. Это легенда мирового бокса. Это легенда мирового бокса Виктора Григорьевича. А вот, Вячеслав Евгеньевич, не менее легендарная личность легенда мирового, тоже советского спорта. Скажите, вот, вы поддерживаете Виктора Григорьевича в том, что в Твери можно вырасти чемпионов и что, по-вашему, здесь нужно сделать, чтобы эти чемпионы появились, чтобы прославляли наш любимый город на мировом уровне? Вы знаете, бокс, он доступный вид спорта. Будем так говорить, недорогооплачиваемый. Понимаете? Но хотелось бы, вот как вот Александр нам рассказал, и мы знаем, что здесь все секции бесплатные. Это огромное достижение его труда. Это очень важно. Почему? Потому что дети приходят заниматься, в России редко встретишь, где дети уже не платят за то, чтобы обучаться этому. А здесь все бесплатно. Это уже огромное дело сделала Федерация во главе с Александром. И нам очень приятно, что все то, что было в Советском Союзе когда-то, помните, мы жили при коммунизме в 80-е годы, и не тренировались. Мы к коммунизму стремились, но фактически по прошествии лет сейчас мы думаем об этом как про коммунизм. Как про коммунизм. И как мы тренировались, нас бесплатно принимали. Сейчас, вот я проживаю в Москве, и мне очень жалко, и детям недоступно это все. Ой, это очень больная мозоль. Мы вот за этим кругом столом собирались и говорили о том, как отвлечь детей от тех же наркотиков, от всего того, что они читают в интернете, что по мозгам-то им бьет. И куда, и чем? Они все родители могут платить. И не надо бояться, родителям, то, что ребенок, занимающийся боксом, пойдет преступники, бандиты. Что ты ему сломаешь? Понимаете, это опять же, сейчас вот бокс очень гуманизировался. Скажем так, если взять советское время, вот, Виктор Григорьевич, подтвердить, что раньше, ну да, эти перчатки с конским волосом, которые били жестко, возможно, где-то, может быть, опять же, немножко пожестче были условия для занятия. именно детям. Сейчас шлема, сейчас противоударные анти, вот эти нокауты, перчатки. Понимаете, и к слову, сказать сразу, у нас же, именно вот из таких детей, вот, из нашей Тверской области огромной, у нас, по юношам, вот у нас, по результату, сразу вам скажу, у нас победитель первенства мира есть по юношам, по старшим, у нас есть из города Кашино Илья Куликов, у нас есть призер первенства Европы по юношам, опять же, Павел Бабков, у нас есть призерка первенства Европы впервые в истории Тверского бокса среди девушек, тоже Виктория Застряльна и Засташкова. То есть, география наших, так сказать, таких звездочек, да, очень огромная. У нас сейчас первый мастер спорта на турнире, который Виктор Григорьевич ранее вспомнил, наш 20-й юбилейный турнир памяти Виталия Николаевича Карелина, первый мастер спорта СССР. Выполнили два наших боксера, на которых, в принципе, там, знаете, как вот, ну, ребята, ребята, как бы, ну, да, тренировались, тренировались, никто на них, такие темные лошадки местные, знаете, первый в истории Удомли мастер спорта это Михаил Даниэлян и из поселка Бурашево у нас тоже вторая в истории Тверского бокса мастер спорта среди женщин, это Любовь Макеева, воспитанница школы вот, спортивной Олимпийского резерва боксинга, ики-боксинга у нас. Все специалисты говорят, что у него большое будущее. Кстати, так приятно, ухо, вот вы произносите все наши родные названия, но меня зацепило другое, что боксом-то могут не только мальчики заниматься, что это занятие для девочек. А я вам более того скажу, у нас на протяжении трех, вот, вот, два-три назад, на протяжении трех лет наша сборная команда ЦФО среди девочек, девушек и женщин занимала первое общекомандное место в ЦФО, в социальном фирменноморке, где на минуточку 17 областей. И наш старший тренер Трехсковости женской сборной Сергей Иванович Никишин ведет колоссальную работу по организации сборов, по выезду спортсменок наших, поэтому результат не заставляет себя жрать, ждать, вот, пожалуйста, вам второй мастер спорта. Первой была его воспитанница Мариана Дятлова, призерка чемпионата России, первый мастер спорта держала эту планку у нас на протяжении лет 7-8, вот, и сейчас у нас появился второй мастер спорта по женщинам, это вот Любовь Макеева. Ну вот, смотрите, ну не все так плохо-то, ну да, ну нет, у нас олимпийских чемпионов, но, наверное, не это главное-то, да? А как в любой в спорте главное участие, вот, отец Кирилл, а вот, еще бы хотелось сказать о Патриотечнике. Конечно, вы-то каким боком к федерации волкса? Я бы хотел, в первую очередь, сказать, а вот, например, многие годы, на протяжении долгих лет, бокс в области развивал прокурор, у нас в Старицке прокурор, потом предотфренный, Валерий Павлович, сам мастер спорта по боксу, вот, и воспитал очень много боксеров, положительных людей, которые сейчас служат на госслужбе, в органах, защищают правопорядок, вот. Слушайте, это каста определенная. Ага, да, да, да. Вы знаете, даже вот... Занимался ли ты боксом, такой вот перст? У нас тренер, Владислав Юрьевич Степанов, он шутит так, ну, что это такое, то батюшки под глаз дадут, то курору в нос, криминал, где такое может быть? Только у меня в спортзале. Кстати, говоря о спортзалах, у нас, вот сейчас спорткомплекс Пролетарк отдали школе по боксу и кикбоксингу благодаря работе нашего областного спорткомитета. Вот. Чему, в принципе, у нас, знаете, как МЕКО Тверского бокса именно располагается именно вот в этом спортивном комплексе, который еще строил для театра, для рабочих мануфактур Савва Морозов. Вот, соответственно, это был и раньше театр, сейчас он с 70-х годов стал спорткомплексом. Ну, и с 70-х годов, соответственно, центр образования современного Тверского бокса именно вот является вот именно Пролетарк Спорткомплекс, где сейчас располагается и наша школа, и такой центральный будет зал. С 1 сентября у нас будет открытие официальное нового, такого прям модернизированного, совершенного боксерского зала. Лучно будет детям. И хорошо, да? Конечно, конечно. Отец Кирилл, мы начали про бокс. Итак, какую роль здесь в работе, больше духовно-нравственное, я понимаю, воспитание, но чем привлечь по-вашему мальчишек, девчонок, что вы можете сказать родителям, почему бокс, почему ходить туда? Ну, во-первых, вот представьте себе ребят, которые ничем не занимаются, сидят за компьютерами. Да и представлять не надо. Видно на каждом шагу, можно сказать. Ну, их очень тяжело оторвать, и тем более наставить на какой-то истинный путь, привить им какую-то любовь к Отечеству, к Родине, к правде Божьей. Воспитать в них приерженность к традиционным ценностям, на которых наше Отечество стоит. И вот представьте себе ребят теперь, которые ходят на тренировки, преодолевают себя. Это великое смирение, великое послушание, когда человек в чем-то себя ограничивает, преодолевает трудности, сложности, сам себя побеждает, преодолевает свои страхи. И идет вот этим путем, путем война. Вот идти вот этим путем мы благословляем и молодежь, и призываем родителей, чтобы они деток своих направляли в клубы, бокса, на тренировки, чтобы воспитать из них настоящих защитников и ну просто хороших людей. Вот мы сейчас призываем, а вот как пойдет молодежь, как детишки-то пойдут, хватит места-то у нас для занятий-то? Хватит. Достаточно у нас школ-то спортивных? Достаточно. Нет, школа спортивная по боксу, кибоксу, областная одна. Одна. Но там как вот занятия-то вот... У нас, знаете, как география именно по городу, что касаемо школы, да, это Заволжский район, это Центральный район, это Пролетарский район и Московский район. То есть по всем районам и Твери, да? Все есть возможность быть доступно. И тренерские кадры. Самое главное это тренерские кадры. Ну как отец-командир, да, в армии, то же самое. Кому достанешься, он научит. Про отцов-командиров, кстати, вот. Очень нравится оптимизм. Вот, Александр, честное слово, вот так вот, он так говорит, вот перед... Вот, нет, даже его мы до чемпионов мира. Должны верность в то, что мы делаем, иначе не будет. Да, да, иначе зачем мы, да, занимаемся-то здесь? Сто процентов. Вот перед эфиром, пока вот мысль, знаете, такая про отцов-командиров заговорили, вот наши все тренеры, да, недавно открывали, как раз в момент проведения нашего 20-го тренера мастерского открывали, ездили в сельскую местность, поселок Ленинский Киморский район, с Валерием Павловичем Виноградом открывали, с нашим председателем ветеранов, совета ветеранов Федерации бокса сельской области открывали зал, официальное соревнование, матчевую встречу в сельской местности, у нас еще по программе мы Федерации бокса России сельский бокс развиваем, вот, и тренер там Алексей Горшков Киморский, и не только он, вот, допустим, еще ряд тренеров таких уже возрастных, которым уже за 50, скажем так, и они вот, как узнали, что к нам такие гости на турнир приехали, вот, там, Виктор Григорьевич, Вячеслав Евгеньевич, Алексей Тиченко, Мурат Храч придет в Олимпиаде, Алексей Тиченко двукратный чемпион, и там, и они, да ладно, такого не может быть, вот, и вот уже, знаете, как, так, мы, говорят, на бокс пришли благодаря этим людям, понимаешь, я им там и видеообращение записал от Виктора Григорьевича, поздравления, все, понимаете, это вот, и именно если люди пришли благодаря вот этим людям, и вот, знаете, это как-то такое, знаете, как вот, распространение вот такого опыта, В профессии, в основном виде спорта, в Твердске, вы подтягиваете к себе. Да, да, я слушаю, Александр, у меня это самое, у меня, мне кажется, на верном пути Твердской бокс, прям вот приятно очень слышать, все правильно говорит, четко попадает в цель, вот, и пойдут ребята, и будут чемпионы, я думаю, года через два будем ждать уже чемпионов. А, кстати, вот года через два, вы сказали, а вообще, с какого возраста надо заниматься эти, возрастные какие-то рамки существуют? Нет, с 10 лет разрешено, официально, в школы, к здоровью очень большие требования, нет? То есть, могут пройти, да, вот, ребятишки? Достаточно справки с поликлиники по месту проживания, что для занятия боксом противопоказаний нет, все. Два года, сказал Виктор Григорьевич, это как, каждодневные занятия, или там идет, как в школе, график, расписание, что нужно сделать за это? Это не только тренировочный процесс, это первое, это реклама, я имею в виду, реклама, двигателя торговли, понятно, что это телевидение, радио, чтобы, селекция, чтобы люди шли, мальчики шли заниматься боксом, чтобы шли, и девочки. Мальчики, и девочки, заметьте. Чтобы пробовать, пробовать. Понятно. У кого-то получится, у кого-то нет. У кого-то нет. Уважаемые друзья, а возрастная граница верхняя существует? Да. А каким возрастом ограничивается, кто хочет заниматься? Вы знаете, профессиональный бокс, я думаю, там лет до 30, а кто для себя? А для себя, любительский. Ну вот сейчас, вот как вы сказали, и женский у нас, такой, знаете, бум, вот приходят и девушки, и женщины, и бабушки даже. Бабушка, пробуют себя по лапам бить. Вы знаете, я однажды, несколько лет назад пришла и сказала, все, я пришел уже переодеться, что вот тут у нас недалеко. Я говорю, я буду заниматься, потому что у меня рыбка, у меня походы, у меня все равно таскают 50 килограмм на себе, мы уходим далеко по миру. И говорю, я хочу заниматься. И мне такой дяденька сидит, говорит, вы знаете, мне 75-й год. Я не хочу оказаться в тюрьме, потому что у вас, вы хотите заниматься, вас схватит давление, вас пробьет удар, а мне сидеть. Александр, займись. Вот, понимаете, а я хотела, вот честно пришла, уже с вещами. Все, приходите. Молодые пацаны бегают кругом и смотрят на меня как на последнюю дуру. У вас перчатки, походу, дадим. Перчатки. Кстати, вот вы сказали о перчатках. Если раньше все с годами меняется, обмундирование, как вот я турист-водник вообще-то, у нас очень шагнула вперед индустрия водного туризма. У вас тоже все полегче, покомфортнее? Ну, конечно, в боксе, как и в любом другом виде спорта, все же модернизируют, все идет в ногу со временем. Я же сказал, я не зря сказал вам про антинокаут перчатки, вот эти, знаете, которые, если раньше кулак сжимался, да, то он сжимался, он сжимался так, чтобы там, кто бы еще сильнее сжал, то сейчас кулак сжимается вот так вот, что у детей, поэтому сейчас, ну, сказать, что менее травмоопасный стал, это ничего не сказать. Противоударные перчатки. Это называется бокс противоударный, это хорошее. Что-то они выдумывают тут противоударное. И вообще там бить не надо. Бьют, нет, бьют, бьют, как положено. А за себя все делают. Цель достигается, но нету нокаутирующего удара, потому что кулак не завернут, не зажат, и поэтому сила удара другая. Бокс всегда был мужским видом спорта и остался, поэтому тут дело не в перчатках, дело в характере, мужестве, сформирует. То есть сформирует. Вот мы начали говорить относительно того, тема обязательно, все идет, что более матери истории ценно. Говорим о том, мы говорим о боксе и говорим, что именно это, и с отцом Кириллом говорили о том, что именно этот вид спорта в том числе поможет увести наших детей подальше от того самого криминала, куда их может завести тот же самый интернет, как бы к нему ни относились. Александр, давайте, я знаю, что даже существует государственная политика определенная. Да, существует государственная политика, я бы хотел рассказать сейчас о некоторых моментах. 25 марта в Москве прошел достаточно серьезный круглый стол. Бенефициарами были Международная общественная организация из православных женщин города Москвы, Всемирный русский народный собор, наша организация, Патриарши комиссии по вопросам защиты материнства и детства, общество Царьград. Основная тема круглого стола это проблема деструктивного воздействия средств массовой информации и социальных сетей на несовершеннолетних детей молодец. Вот вы знаете, вы сказали средства массовой информации, ну как бы я привыкла всю жизнь себе средства массовой информации, да? Ну вот я отвечу на ваш вопрос. Вы знаете, во-первых, спикерами были достаточно серьезные люди, государственные деятели, были врачи-психологи, были юристы, правозащитники, и там поднимался такой важный, ну то есть это были представители Государственной Думы и Совета Федерации по вопросу защиты безопасности государства, материнства детства, семьи, представители патриархии и так далее, и так далее. Вот я хочу просто сказать по основным вопросам, которые обсуждались. Информационное склонение к самоубийству. Серьезный вопрос. Конечно. Очень серьезный вопрос. И эту тему, к сожалению, мы тоже обсуждали здесь, с того же представителем Следственного комитета неоднократно. Вот смотрите, все помнят пресловутую организацию «Синий кит», это на самом деле, это была и компьютерная игра, которая приводила к суициду в молодежной и детской среде. Значит, были найдены, были наказаны, осуждены кураторы этого проекта, скажем так, который, понятно, что пришел к нам извне, и не придумали его внутри страны. И вот по этому вопросу было такое логичное заключение, что было принято решение и на законодательном уровне и установлено срок до 6 лет и склонение к суициду. Вот. И президент Российской Федерации вот этот закон подписал и утвердил. Дальше пропаганда ЛГБТ-сообщества и феминизма в социальных сетях. Да, да, да. Важный вопрос, очень важный вопрос. Вот сейчас это, да, совсем не коррелируется с тем, что мы здесь слышали до этого, да? А тем не менее, да. О спорте, о ребятах, о боксе, но тем не менее. А тем не менее, не будет этого, будем говорить о другом. Нужно поднимать. Дальше, следующее. Секс-просвет. Что это такое? Это пропаганда абортов. Опять же, организация так существующая, которая пропагандирует аборты в молодежной среде. Политическое манипулирование. Это тоже очень важный вопрос, потому что в рамках федерального уровня на эту тему высказывался заместитель министра обороны Российской Федерации, обсуждал такой вопрос, как ментальные войны. Что такое ментальная война? Ну, происходит война того или иного рода, да? И потом мы всем миром отстраиваем инфраструктуру. Это происходило после Викой Отечественной войны, после Первой мировой войны. Инфраструктуру отстроить легко, если люди думают одинаково, если в головах правильное мышление, для чего это делается. Когда ведется ментальная война и навязывается чуждая монокультура в умы детей или людей, происходит то, что отстраивать будет некому. И это через поколение проявляется. Это война, которая ведется на долгосрок. Ну, что мы сейчас видим в мире? Ну, что мы видим, какие оранжевые и те же самые революции? Следующий пункт – это пропаганда бездетности. Так называемое движение child free. Вы тоже знаете, что это такое. Да, дети не нужны, зачем? Демография не нужна, народосбережение не нужно, репродуктивная продолжительность жизни нас не интересует. Давайте жить одним днем, пить, курить, даваться во все тяжкие, не верить в Бога, не иметь религии, не иметь ценности, ничего. Следующий пункт очень важный – цифровой аутизм, социальная психопатия. Это что? Это компьютерные игры, когда дети уходят в некую виртуальную реальность, потом из нее не могут выйти, берут боевое оружие, идут в школы, идут в учебные заведения. Мы это все крепнули с лихвой в последнее время. Ну и другие формы информационного насилия на детской и подростковой психике. Вот эти вопросы, они настолько важны в сегодняшний день. Поднимались пути решения этих вопросов. Это технологическая и техническая безопасность в обществе. То есть это законодательное формирование, скажем так, правил поведения и создание безопасной среды в обществе для противодействия деструктивному контенту или той информации, которая на детей выдается. И посмотрите, какая интересная ситуация. Ведь мы можем их обезопасить. Вот этот человек, ребенок сидит у себя в комнате, занимается уроками, а в это время он находится под воздействием социальных сетей. Твиттер, Фейсбук, ТикТок, Ютуб и так далее, и так далее. Где идет нежелательная информация в виде некого контента, который потребляется. А там все, что угодно. И вы не можете это проконтролировать. Ребенок вроде в доме, он нигде не в плохой компании, при этом он потребляет информацию, которая просто запрещена для его психики и сознания. На основании всего вышесказанного, что хочется сказать? Хочется спуститься с небес на землю. Лично мне. Потому что по первому закону, это инфекционное склонение к самоубийству, были приняты законодательные акты и какое-то решение. А по другим только разговоры. Вот давайте обсудим на пленарных слушаниях, давайте вынесем на это постановление Совета Федерации, давайте вынесем в Государственную Думу, давайте на заседание правительства и так далее. Что хотелось сказать? Я вот хочу высказать слова благодарности вот всем здесь присутствующим за ту работу, которая ведется. Потому что там, по большому счету, когда это будет принято, мы не знаем. А эта работа ведется уже сейчас. А это может быть не принято еще годы и годы. Она уже велась вчера. Для чего? Затронули три аспекта основных. Это духовное воспитание, физическое воспитание и патриотическое воспитание молодежи. Ведь это, как, понимаете, три в одном целом. Спортивные ребята идут защищать свою родину. Это они, будущие защитники границ российского государства. Страны этой, в которой мы живем. Здоровое общество. Здоровое общество. Понимаете, у них будут рождаться здоровые дети. И они не будут, понимаете, не будут попадать в места лишения свободы по статье 228. Да, сбыто распределения наркотических препаратов. Потому что у них в голове даже такого не будет этим заниматься. Еще и многих других статей, которые являются тем же самым, происходят посредством впитывания дисциплинового контента через социальные сети. Вот относительно того, приходит ребенок заниматься к вам в школу, приходит ребенок заниматься боксом. Помимо, ну я не говорю о воспитательной работе в школе, потому что об этой работе мы на долгие годы забыли, к сожалению. Да, помните, как у нас это было? Забыли. А вот, ну вот, вы скажете, да? Но тем не менее, у нас как бы школа, школа было такое, что после 90-х годов, да? Что школу учат, семья воспитывают, все. Школа к этому отношению не имеет. И то, что как было, вот когда учились мы, у нас все было, и о диалогии, надо бы не говорить. Все было через школу. Через школу. Да. Вы знаете, у нас вот у тренера, мой друг Владимир Сергеевич Кашкин, он тоже старший тренер по юношам у нас в Трубскую область, и он начал когда-то тренировать, это 10 лет назад. Он, значит, и сейчас, до сегодняшнего дня, эта практика ведется. Собираются дневники у тех, кто пришел заниматься. И проводится непосредственно анализ. Правда? Да. Да. Чем по-натройке на тройке смотрят? Да, да, да. График восходящий. Ну, наконец-то. То есть оценки вошли, понимаете? Оценки вошли. А давайте посмотрим на это по-другому. Вот сказали, семья учит, да? Семья воспитывает. Учитель в школе учит. А тренер контролирует и первое, и второе, и поведенческую модель в семье, и учебу. Понимаете? Да. И тренер является авторитетом для подростков. Тренер знаком с семьей, он может прийти домой, как он же раньше у нас классный руководитель ходил. Спасибо. И у него гораздо выше авторитет у тренера, потому что, показывая спортивные свои возможности, люди, дети, они стремятся к чему-то, постоянно растут. Понимаете? Это соперничество, как всегда, в нормальном силе. Вот при храме детства на воскресную школу. Здоровая конкуренция. Для взрослых. Вот. Я как-то после службы иду, захожу на воскресную школу, что я вижу? Сидит Владимир Сергеевич Кашкин, ведет конспект. С ним некоторые ребята, ну, кто повзрослее уже, там, сидят на воскресной школе, они, ну, постигают, вот, закон божий, там, историю религии, вот, такие интересные вещи. Вот. И хотелось бы также сказать, что воспитательная работа в школе бокса нашей проводится, и она на должном уровне. Мы регулярно собираем ребят, проводим с ними беседы, чай пить. Экскурсии. Экскурсии всевозможные по историческим местам, по святыням. И также вот молебны служим перед тем, как я... Ну, как это важно. Мы помогаем, знаете, как вот, федерация бокса у нас, отец Кирилл, расскажи. Ну, я духовник федерации бокса, вот, и вот отвечаю за духовно-нравственное воспитание, вот. То есть вот приходят ребята в храм, ну, понятно, что не все, там, допустим, православные христиане, да, есть, ну, ребята иных, там, из иных семей, да, вот. Но, тем не менее, они приобщаются к культуре нашей, к традиционной, они понимают, где иконостас, где солья, где притвор в храме, где колокольник, где клирос, понимаете, потому что даже вот они будут проникаться нашей культурой, читать книги, какие-то классическую литературу, они будут иметь представление. Ага, я в храме был, это о том-то, о том-то, там-то, там-то, там-то стояли там новобрачные, когда было венчание, там-то покойника заносили, ставили. То есть, ну, главное, конечно, это духовное воспитание, чтобы привить ребятам любовь к добру, любовь к правде. Это вообще великая вещь такая, тем более наставник, это мужчина, это, да, это тот, с которым это... Сколько раз в неделю предполагают занятие боксом для ребёнка, для подростка? Тринадцать. Тринадцать раз в неделю? Так точно. Это как это? Что-то раз в день, два раза тренировка, утром, вечером. Не обязательно. А, да, а как же у нас ходить в школу? Профессионально, когда профессиональный человек. А вот начинаете ходить. Вы как скажете, тринадцать раз в день, скажите, мы не понимаем. Знаете, одну секундочку. Мы когда приехали вот на турнир, и у нас была встреча, у Лёши Тиченко, двукратного олимпийского чемпиона, была встреча с любителями бокса. Это был в пролетарке в зале в нашем. Да, и я офигел, народу пришло столько, и столько вопросов было. Ну, не давали ему часа три, он там, бедолага, стоял. И вот, и мальчики маленькие, девочки маленькие, я так удивился. Я думаю, ну, боже мой, ну что ты еще, первый класс, а он тянет руку, я хочу, как вот, как вот. И столько вопросов, такой интерес, но это просто неподражаемо. Мы из ребят постарше создали дружину. О-о-о. И вот недавно... Дружина, это та самая ДНД, народная дружина, которая правопорядок защищает у нас во городе, нет? Или дружина в другом понятии? Нет, мы создали дружину Александра Невского. И вот ребята наши дежурили, охраняли правопорядок, за безопасность отвечали во время визита патриарха. Ага. А волонтерили как волонтеры. Это уже реальная помощь на вашем, да, сотруднику. Сейчас проходил в Урский крестный ход. Да, вот в церковных праздниках принимают участие. Вот недавно в Урский крестный ход проходил, где тоже наши ребята отвечали за безопасность, помогали к силовым структурам. Да, да, вот как раз по силовой структуре отец Кирилл сейчас сказал, слушай, звонит мне Александр, вот можно там как-то нам организовать, чтобы ребята тоже и прошлись, и поучаствовали, ну и, конечно, там пообеспечивали какую-то охрану, правопорядок. Ну да, 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 важно это, без этого не куда. Я говорю, слушай, а вот какие-то силовые структуры. И вот буквально после звонка отца Кирилла, там представитель силовой структуры звонит, Александр Владимирович, можно нам как-то вот совместно? Я говорю, слушай, ну а как? Он говорит, ну вот как-то нам спокойнее, понимаешь, когда вы рядом. Это очень важно, тем более, что у нас, наше МВД России по Тверской области, оно говорит о возобновлении уже нескольких добровольных народных дружин. И с кого набирать, уважаемые друзья? Так наши воспитанники служат в армии, тренируясь, служат в ОМОНе, в СОБРе, в силовых разлицах ФСБ. Все наши друзья. Ну как у нас, ну как бы я так организовывала, знаете, такая вот система Федерации бокса, ну так ты знаешь, дать правильный путь любому ребенку, который не пришел. Пускай он не станет самым знаменитым, там, спортсменом, пускай он не станет, но он в первую очередь станет настоящим человеком, настоящим патриотом, настоящим, скажем, семьянином, правильным. Понимаете, как вот? И потом мы с Александровной будем навещать этого человека в местах не столь отдаленных, потому что, к сожалению, самое главное, чтобы человек стал человеком. И констатировать эту ситуацию в бытности момента. Да. Я не пытаюсь ее упредить, что самое главное. Да. Уважаемые друзья, давайте мы скажем, итак, куда обращаться, когда происходит запись в школы, в эти школы. И реально ли, вот мы уже сформировали для себя образ это духовно-нравственное воспитание и физическое воспитание, для здоровья полезло. Если просто человек не хочет быть олимпийским чемпионом, ему не надо быть чемпионом России. Просто для самого себя. Это будет приходить три раза в день, а потом его так затянет. Да. Виктор Григорьевич, расскажи, у нас он, Виктор Григорьевич, помимо того, что он является еще советником Министерства обороны, понимаете, в плане спорта сам, потому что в ЦСКА служил, вот он сейчас ведет такую секцию в кавычках, да, как вот, Виктор Григорьевич, расскажи, как вот это у тебя происходит. Почему в кавычках? Ну, потому что у него не то, что секция, у него, знаешь, он создал такую семью вокруг огромной корпорации, скажем так, да, известной в нашей России, да, где люди просто, они заразились этим так, что просто какой там, извиняюсь, там футбол, какой там хоккей, вот мы хотим заниматься. Но мы сегодня не принижаем других спорт. Нет, 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 я ни в коем случае не принижаю, но именно вот у нас, у тренеров, вот именно вот такое вот воспитание, восприятие придает любовь к нашему виду спорта. Поэтому я сейчас так сказал, понимаете? Виктор Григорьевич, буквально несколько слов об этом. Интересно. Знаете, у нас это, юбилей был ЦСКА, 90 лет, по-моему. Да. И я был приглашен в министр обороны, значит, ну там призеры Олимпиад, 80-го года, очень много людей там было, ну, кто уже остался, были, значит, у Шойгу в гостях. Ну, и у меня с ним состоялась беседа, ну, как-то там минуты две, две, три, я ему говорю там, а, боксер Рыбаков, я говорю, знаю, помню. Ну, начал разговор там, он говорит, какие планы, я говорю, если это вот в Тверь, там будет турнир, значит, вот про этот турнир, там будет турнир, значит, ну, как там, он мне, говорит, расскажешь, я ему книжку подарил, я говорю, прочитаете, обязательно почитаю. И у них совещание проходит, я приезжаю сюда, и в это время мне звонок по телефону. Ну, я беру трубку, алло, мне говорит, Саня, министр обороны, Сергей Кожеведович, я помню, а я говорю, да, там, Сергей Кожеведович, а сидят люди на совещании, смотрят на меня и думают, что я шучу, натурально. Прикол такой. Прикол. И я, значит, говорю, Саня, вот я говорю, он мне говорит, как там, турнир там, я говорю, вот сейчас дам трубочку в Центре Федерации Бокса, значит, Тверской области, дам ему трубку. И он начинает с ним разговаривать. И говорит, Шайбук, Шайбук. Ну, они обалдели, да? Ну, конечно. Что я сам, я говорю. А я, знаете, мне очень близко к сердцу это, понимаете, я сам в ЦСКА служил, я ребят очень много, как бы, ну, у меня, у нас вообще, как бы, такая, знаете, вооруженная сила, вот мы представляем, вот, знаете, у меня ребят много служит в армии, я, как бы, знаете, вот жил этим, вот, наши уважаемые ветераны, как бы, ну, не дадут соврать, что это, на самом деле, ну, знаете, как, несколько прожитых жизней, вот, за вот этот промежуток спортивный, армейский, который, знаете, вот, провели, мало того, что еще защитник Родины, тут еще защищаешь не просто честь Родины с автоматом в руках, ты еще по международным аренам ездишь, понимаете, здесь защищаешь свой российский флаг уже по правилам спортивным, понимаете, как-то, это очень дорогого стоит. Я, кстати, уважаемым телезр, радиослушателям нашим, скажу, кто нас не видит, вас не видит, да, что все мои гости поджары красивые, а вот чувствуется, что, ох, ох, вот, отец, отец Кирилл, я такое ощущение, вот, на вас смотрю, что вы тоже имеете отношение к этому виду спорта. Нет, он сразу взял себе в голову, надо быть поджарным, да? Да, надо, да. Вы занимались? Ну, я сейчас занимаюсь, так, немножко, ну, я, во-первых, духовник, а духовник должен пример подавать. Он скромничает, он скромничает, я видел, как он занимается немножко, на самом деле, это… Это такой русский богатырь, такой, да, великолепно. Да, да, он вообще занимался, ну, рукопашным боем в прошлом году жизни, но в последнее время пришел к боксу, мне как-то вот, потому что рукопашный бой, он, конечно, полезный вид спорта, прикладной, и выступать на соревнованиях приходилось, вот, но там борьба и ударка, там все смешано, и там нет, понимаете, такой вот, такого искусства, нет такой высокой культуры, как в боксе. Бокс – это вот реально, это вот вид спорта, это вот как классическая музыка, понимаете? Есть вот… Правильный стандарт ударного единоборства, любого. А, это все, ты хочешь боксера Маяковского, да, прям вот в поэзию это все перевести. Изучать, любить английский бокс. Кстати, доскажу немножко, и там вот на следующий турнир, вот следующий турнир, который будет проходить через год, да, там, меньше, ждите министра обороны в гости. Вот так вот, все вот здесь, в студии было заявлено, что к нам приедет министр обороны на турнир по боксу. Уважаемые друзья, время эфира подходит к концу. Давайте, Вячеслав Евгеньевич, с вашего совета жителям Тверского региона начнем. Ваш совет. Мой совет, чем больше мы будем делать матчевых встреч, о которых мы сейчас недавно говорили, тем больше будет бокса, и мы привлечем больше детей в боксерские секции. Отлично. Виктор Григорьевич, что посоветуете жителям региона в свете нашей обсуждаемой темы? Ну, во-первых, счастья, всего самого хорошего, и занимайтесь спортом, потому что, ну, спорт это лучше, что может быть у нас на свете. Занимайтесь спортом, это здоровье. Спорт – это здоровье. Спасибо огромное. Отец Кирилл. Ну, я хотел бы пожелать всем учиться не защищаться, а защищать. Защищать традиционные ценности, защищать Отечество, воспитывать в себе дух, силу, крепость физическую, духовную. Ну, и, конечно, ходите обязательно на тренировки, посещайте спортзал, и про храм Божий не забывайте. Уважаемые друзья, пожелания остальных участников программы сразу, после небольшого перерыва. Здравствуйте еще раз. Сегодня очень интересная программа, обсуждаем тему бокса. Итак, Александр Владимирович, Ваше пожелание. У меня первый вопрос, когда могут желающие, кто нас сегодня послушал, захотел своих детишек, может быть, и сам пойти позаниматься боксом? Куда нужно прийти, когда это сделать? У нас ежегодно, у нас в августе месяц наш областной спорткомитет проводит день открытых дверей для всех школ, да, спортивных, скажем так. Это во дворце спорта юбилейный традиционный. Я думаю, что там же будет проходить, вот туда, ну, следить нужно за спортивными новостями, и прийти там, найти стенд с названием «Спортивная школа по боксу и кикбоксу», и подойти и записаться. Что-то в интернете есть, какой-то сайт у Вас, у Вашей школы, да, можно найти? В Федерации сайт ведется, социальные сети ведутся, поэтому там все доступны. Телефоны там написаны. Все, что можно позвонить, зайти, спросить, все вопросы узнать. Все тренеры, все кто есть. Прийти в ближайшую школу бокса. И летом он определится, будет открытая тренировка, приедет чемпионы. Слава приедет. То есть открытые тренировки такие практируются, да? Представляете, если вот такие люди приедут, представляющие олимпийские, чемпионы, легенда советского бокса, это же вообще. Александр Валерьевич, вот я знаю, что у Вас есть довольно-таки серьезные вещи, которые Вы хотите пожелать телезрителям и не только. Пожелать и обратиться хочется к руководителям предприятий, общественных организаций, коммерческих структур, предпринимателям, для того, чтобы они оказывали посильную помощь всем спортивным федерациям Тверской области, всем секциям спортивным. Потому что это все делается для и ради детей. А дети – это наше будущее, это то, что им завтра оставим. Ведь все мы делаем для того, чтобы они взяли сделанное нами то, что нам передали наши деды и отцы, и понесли это дальше, развивая и усиливая и суверенитет страны, и силу этого государства. И мы понимаем прекрасно, что все, что делается, все делается для них. Так вот, мне очень хотелось бы, чтобы каждый задумался и внес посильную помощь на развитие спорта Тверской области. Это как раз, когда мы сегодня говорили, делали акцент о том, что занятия бесплатные. Если будут предприниматели, ну те, у кого денег побольше, да, хоть с чем-то помогать, то как можно больше детей у нас вовлечется в спорт. Конечно, и отвлекутся от этих интернет-ресурсов, от всяких вот этих гаджетов. От улицы. От улицы. И самое главное, это духовная наша жизнь. Да, да. И мы уже не будем говорить о другой стороне этой жизни, к сожалению, когда ребенок... Мы говорим про это, духовное и патриотическое воспитание. И чтобы к вам приехал чемпион Тверской области, чемпион мира или олимпийских игр, тверчанин, да? Да. Чтобы он был здесь. И чтобы он был здесь обязательно, в этой студии, чтобы мы вырастили его, да? Да. Как может быть и в другом виде спорта, это многое зависит от наших с вами земляков, да? Спасибо огромное, уважаемые друзья, за участие в программе. Как обычно, будьте здоровы и пусть всегда лучше наши подростки занимаются спортом и никогда не будет войны. Пусть у нас будет мир. Всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...